В имя Отца и Сына и Святого Духа, Господь, благослови это занятие, не дай нам уклониться от Слова Твоего ни направо, ни налево, дай принять все это с благодарным сердцем и понести другим людям. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Первое посвание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Толкованием. Опять устремляет речь на учителей и говорит, кто тебя отличил и признал достойным похвалы? Человек, но осуждение человеческое обманчиво, пусть у тебя и есть что-нибудь достойное похвалы, но это не тебе принадлежит, а тому, кто дал. И ты получил это, а не сам совершил. Если же ты получил, то зачем превозносишься, как будто не получил, но приобрел это собственными трудами? Кто получил, тому не должно превозноситься тем, что он получил, ибо это чужое. Понятно, о чем речь? Ты сделай так, чтобы все участвовали. Да? Понятно. Понятно, о чем речь? Расскажите. Я на первый раз прочитал, мне непонятно, я раза три перечитывал, пока не понял. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. О чем речь? На вопрос не отвечает. Дальше второй вопрос. Понятно, понятно. О чем речь? Молчать. Еще не понятно. Пожалуйста. Я не хочу ничего комментировать, я только думаю, что здесь я бы прочитала не так. Здесь вопросы стоят не так, как вот прочитали, как говорит, как из автомата отстрочили из Калашникова. Во-первых, здесь стоит, ибо кто отличает тебя? И стоит вопрос. Это отдельные мысли. Кто отличает тебя? А дальше? Что ты имеешь, чего бы не получил? Еще вопрос стоит. А не так, что под одно все, и один вопрос. Здесь разные вопросы. Это на мой взгляд. Вы считаете, что надо прочитать? Что ты имеешь, чего бы не получил? Да. Удовение. И дальше? А я бы не так. Вот ты так и прочитал, как ты, а я объясняю, как я бы поняла. А я бы. А надо нам не как я бы, не как это. Я ничего не объясняю. Пусть она объяснит, какая мысль заложена. Пусть она продолжает. Ну, это я так думаю, что здесь совершенно отдельные, как бы независимые друг от друга вопросы. А в целом они потом соединятся, но это все же самостоятельно. Это ты на месте толкешься. Ты конкретно объясняй. Не надо. Ну, я не знаю, как объяснять. Ну, это ничего не. Как правосоюзные деятели или батюшки болтают, они знают о чем. Кто отличает тебя? Это вопрос-то. Ну, кто отличает? В мире тебя отличают? Или это в твоем, как, среди верующих кто-то тебя отличает? Или ты имеешь задание такое к тем и к другим? Вот этим ты отличаешься. К кому ты идешь? Этим ты отличаешься. К кому ты пошел? И что ты имеешь? Это уже второй вопрос. Что ты имеешь, чего бы не получил? И что здесь в этом вопросе? Что ты имеешь? Чего бы не получил? Это ударение-то не там. Это ударение показывает, что ты не понимаешь, о чем считаешься. Вот я, может, я так понимаю. А нужно просто сказать, вот то, что ты имеешь, это разве то, что ты не получил? Сразу все меняется. То есть все, что у нас есть, это же не твое тебе дали. Ты что имеешь? Ну, есть такое, что ты сам добился? Нет, конечно. Ударение здесь. Вот почему начитанная мной Библия, она начитана намного хуже других артистов. Но к ней обращаются и обращаются в интернете. Почему? Я впервые начала понимать интонацию. А тут артист считает ему тренд-рабан. Это пережито. Скажи, а теперь переводчик мог как-то по-другому перевести? Мог. Но тогда надо было курсивом ставочные слова делать. Вот, Игнатий Тихонович, я об этом и говорю, что здесь вот важно. Я не поняла вот этого смысла, не уловила, но я вижу, что здесь разница в том, что... Кто отвечает тебя? Кто отвечает? Он говорит, что ты талантливый, саморозок, кто другой. Я беру слова, которые на меня наклеивают все время. А кто это отвечает? Ну, это сказал мне директор, вот это сказал лауреат Нобелевской премии, вот это писатель сказал, вот это меня отметил губернатор. И что ты этим гордишься-то? Я как-то сказал, говорю, я сейчас был там, пригласили на обед, там мэр города был, и первые лица, он подошел ко мне, этот, главный редактор тут один, он говорит, вы то ли хвалитесь этим. Я говорю, ну, не каждый день такое. Это они хвалятся. В каждом городе мэр. В каждом городе прокурор края, там генерал, лейтенант или кто-то есть. А вы один на всю страну, это они хвалятся вами-то. А вы, говорите, я у них был. Да для них это честь. И мне один, она же и говорит, я говорю, ну, мы незнатные люди. Да нас-то таких пруд пруди. А ты один на всю страну. Это понимает неверующий человек. Почему? У меня талантов этих нет. Я единственное, что могу подтвердить, что у других нет. Это я никогда, нигде не приноравливался, нравится, не нравится. Вчера мне один неправославный, его даже сектантом назвать боязно. Какие он умные вопросы задает. Вот ваш ролик я просмотрел, и вот вы там говорите. А говорит, или добавляет слово, или убавляет. Я говорю, вот в этом узо сектантского взгляда на истину. А вы могли бы мне это объяснить? И дальше начинает он говорить. Вы сказали, не надо строить храмы. Ну, действительно, я сказал. А почему? Вот моя жена, она говорит, я на жильство хочу пойти. Но жена пошла, я еще дома буду сидеть. Ну, я пошел с ней в православный храм. Она прошла на самый, может, она не домогает, или что-то на самый перед, и встает. Народу не продохнешь, говорит. Одним дыханием только люди могли батюшку зашибить, говорит. Но он молчит, ничего не говорит. Ничего никто не говорит. Ну, а бывает иногда, говорит, что-то скажут. Почему не надо храмы строить-то? Он мне теперь задает. Не православный. Но у него вопрос один за другим. Я сейчас не знаю, пять, кажется, вопросов вам. Теперь о крещении я уже не спрашиваю. Вот это кропление. Почему неправильно все? Я теперь еще полностью крещение. И туда ему даю. А теперь вы говорите, мироточивые иконы там, сдать их все в церковь надо. Но ведь некоторые через них обращаются. Он рассуждает, как православный. У него все православное мышление. И он, язык не поворачивается, сектантом назвать. Я говорю, Женя, да ты готовый уже. Как надо. Вопросы все четко выверены. Вот тебе и на господин Константинов. Я говорю, у тебя в душе-то багаж-то какой-то. Жена, видно, православная. И он, да все так, сколько храмов, где и вопрос. И по моему ролику. Другое, другая. Зашла девушка. Это мне где-то с контакта притащили. Вот ваш ролик мы прослушали. Вы со священниками потеряете и беседуете. И говорите два пункта. Первое, это вот, чтобы люди были во свете. Ну, там причастливые. Да третье, я не понимаю, что третье-то. И мне что? Да я же не помню, что я говорил-то. С утра ни свет ни заря. Помолились мы. Я засел и этот ролик заново прогнал. Оказывается, первое послание апостола Иоанна, первая глава, седьмой стих я объяснял. Я говорю, везде пишут, «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Но это третья часть предложения. Она имеет значение, силу. Когда первые две выполнить. Первое, если ходим во свете, как Он во свете, Христос. Второе, запятая. Имеем общение друг с другом. И третье, кроме Иисуса Христа. Я вам хотел сказать сегодня, у кого есть близкие отношения, с Олей, с Олей, поговорите. Я буду у нее. А? Я буду у нее. Поговори. Она как огня. Она делается совершенно как одержимая святина собранная. Я не могу никуда задвинуть. Она сейчас в туалет прячется. Но я не могу смотреть за нее. Она раз, и уже, говорится, воняет в городе. В другом месте. Ищу ее, где она. Я помню о ней. Но она высунулась. Меня нету, скорее, одежи, убегает. Вот это она не одна такие, с которой на службу ходят. Но которая ходит на собрание, и чтобы на службу не ходили, ни одного нету. Отсюда делаю вывод. Сатана боится занятий, но не службы. Когда советская власть зажала все под гриба, под себя, за все органы НКВД, КГБ смотрели, церкви никогда не запрещали богослужения. Но проповедь, чтобы ни одного слова не было. Разбора слова даже на дому собирается арестовывать на всех. Меня арестовали именно за занятия, которые я вел. И вот отсюда делаю вывод. Конечно, батюшка не раз говорил, ну, собрание дольше службы. Он ревнует здесь. Но тебя у нас нету. Тебя-то на занятиях нету. Но потеряйки он бывает. И вдруг последнее уже занятие было, он приходит с тетрадкой и сидит конспектирует. Я могу еще сказать. Эврика Архимедова. Батюшка наш с конспектом сидит. А когда батюшки приехали, я им подсунул. А батюшка на последнем-то занятии был. У него конспекти есть, попросите. То есть везде надо найти что-то. А другой смотрит. Вот мы посмотрели ролик. Отец Игнатий, ну сколько же у вас энергии. С другого конца. Адвентисты, ядовисты все. Вот, они вероятно. Это сколько же у вас энергии. Так я-то сижу на месте. А когда я перед толпой, где-то бывает там много народу. Ну ты там посмотри, что делает Господь. Какие молнии сверкают. Вчера Кальмаев пишет. Я посмотрел, как встречали вас в Николаевской области, на Украине. Село Доманевка. И как? Я, говорит, не мог. Я сидел, говорит, слезы утираю и утираю. Это надо же. Они не отпускают. Они хватают. Они целуют. Тут одна иеговистка. Свидетельница Иегова. Я с ней беседую. И она не может ничего ответить. Я уже сажусь в машину и потихоньку поворачиваю ее. И к ним, к православному подвину. Не обижайте ее. То есть это уже православное. Загорнула ее и туда. Она еще десять раз будет колебаться. Вы поймите, что это душа, за которой умирал Христос. Энергия-то не наша. Что ты, что бы не получил. Я-то от Бога получил. Огонь внутри меня разлитый. Вот и все. Этот на видокурил сегодня ночью-то меня громил, здесь пришел. Он и лег спать, может, и даже не вспомнил про меня. А я сейчас смотрю, какой кабель, какая у него стилища. Он ее как ножом обрезал, оборвал кабель, все. Думаю, вот это да. Ночью-то меня тут как... А почему я остановился в холоде? Он света боится. Это брак тьмы пришел. Он оборвает кабель, где свет светит. Я понял его уже. Значит, сатана пришел. Это не просто пришел Владимир какой-то. Он собой не владеет. Какой там мир? Владей миром. Нет. Как же жена-то может терпеть все? Она терпит. Вот тебе и да. Мой брат пьяница. Почему я этого не боюсь говорить? А у него здесь сегодня родственники. Все вышли, не хотят даже, чтобы услышать. Считает унижен. Как это меня может унижиться, если у меня брат пьяница? Это означает, я молюсь за него. Он уехал. И воздействиями нашего брата убрали. Но ясное дело, что ему никак. Я нынче выдвинул. Знаете, он огорчен, у него лошадь. Кормить нечем. Он ходил, побирался зимой. Там солома чем попала. А нынче дождь, он вроде скосит, она знила. А вот когда все у себя уберете, не потому что он брат, а потому что это было бы здорово. А вы тогда соберитесь, у вас техника. Накрутите ему этих вот этих на лошади. Привезите, прямо во двор свалите. Ни слова не говоря уехайте. Может это его тронет. О, на меня все напустили. Я только сказал, чтобы помолились до утра дети, чтобы детям было открыто, как поступить. Взрослым вам Бог не открывает. На меня все, и больше всех родная моя сестра подошла. Это если бы он просил прощения или не пил. Да неужели бы мы не помогли? Он затеял какой-то мы стол, брали деньги. Ему все должны. Так. Я за это усыпился. Так, что же сделать ему? Я ему наливаю, мне помогли мед. Я ему налил трехлитровый мед у гречишного. Он иногда держит пчел, но у него такого не было. А мед уже густеть начал. Хороший мед. Так. Теперь передать ему надо. Теперь он просил деньги. Я тогда узнал, сколько у меня пенсии. 5,630. Я заложил в конверт 5,630. Ты переселение, тебе надо помочь. Положил туда. И рядом записка. Он всегда интересуется, сколько мы проехали и сколько чего. Я говорю, мы проехали. Вот нынче подарили на 4 миллиона. И Валя сказал, сестре, ты ему передай, когда приедешь. Мне-то нельзя к нему подойти. Она говорит, он теперь спать не будет. Он теперь всем будет разговаривать. Брат миллионер. За два года она 7 миллионов 150 тысяч книг подарила. Это что-то стоит. Я вон ел, ел. Тащат в интернете, там обмусоривают. Лапкин ездит. Вы понимаете? Он и всех отбирает. Это такие расстояния. Такая машина. Где что-то нет. Он мне обальзам по сердцу. Меня богатым считают. Понимаете? Ты во все сам войди туда. Вчера мы посмотрели, батюшка, вдова Александра Исаевича Солженицына, Наталья Дмитриевна, дает интервью. 50 лет назад был опубликован один день Ивана Денисовича. Как они его проталкивали. Она это все знает как жена, и она все рассказывает. А мне об нем сообщили на следующий год, только когда я в Пензу приехал. Баптист один. Почему? А там он Баптиста Алешку описывает. И когда вот это... А он его написал и спрятал. Два года нигде боялся. В Рязани. А теперь в Новый мир, это самый первый журнал был Новый мир, Твардовского передать. Ему передали. Ну Твардовский всегда говорит, я когда новый материал, я его лежа в постели ложусь и просматриваю. Тут просчитал три страницы, кажется, нет, думаю, это не то. Встал, заново оделся и сел и просчитал. Прочитал. Ну когда я еще раз? И до утра два раза его просчитал. И понял, это необходимо для страны. История сама какая. А Солженицын знать не знает. Который у нее берет интервью, наводящий вопрос. А он знал или нет, что в этом кроется, дальнейшее как? Вы жена рядом, вы замечали? Да, замечал, очень сильно беспокоился. А дальше что? У Твардовского близкие отношения к Хрущеву. Хрущев глава государства. Он Хрущеву ее передал. Хрущев только что выступил против Сталина. А там о сталинизме пишется. Хрущев просчитал. Он сам не может, хотя это главное он. Он теперь надо политбюро отдать. А тогда компьютера-то не было. Хрущев говорит к утру с членом Центрального комитета 15 экземпляров приготовьте. Опечатайте два экземпляра, дальше ничего не видно. Через копирку-то. И они там несколько в редакции взяли. И всю ночь сидели, строчили лучше эти машинописки. Их утру уже перепрели. И 15 членов Центрального комитета получили. Один день Иван Денисович, это первоначальный его выход был. А он подписал. А Рязанский. Почему? Из Рязани-то. А Твардовский я сразу понял. Это из Рязани. Ну умница-то какой был. И о Твардовской биографии вся тут говорится. У него уже репрессированы были отцы, родители и прочее. Когда прочитали, он спросил, ну и как будем публиковать. Некоторые, может быть, не согласны были, но сказали, ладно, под Хрущеву сыграли. Так вот народ идет, показывает, сфотографировано, у киосков покупают. Подходит, есть. Вот я сегодня говорил. Одним словом есть. Продавщица знала, что он спрашивает один день Ивана Денисовича Солженицына. И очереди. Они повторный тираж сделали. Тираж-то, ну не пять, не тысяча, как мы, а 700 тысяч экземпляров. Наверное, с прилавку осмелить. Но дальше, когда у него разладится с властью, власть дает указание. И изъять из типографии, изрезать на мелкие части и сжечь. И запылали костры по всей стране. Я это знаю, почему мои книги сжигали. Ну меньше там, только в одном-двух местах. Но они и тиражом меньше. И она дает ему интервью. У нее волосы белые аж сидели сидят. А я как будто с ними вместе переживаю в то время. Как это было, как тронуло, как дальше было, что писал, какие записки. Одно интервью, но кто его принимать будет? И он задает такие вопросы. А она-то уже обожжена. Она там с Путиным все время в школах преподавать. И она на него посмотрела и говорит. Ну вы вопросы задаете. Интервью это в ней берет. Вопрос-то задать еще надо так, чтобы он был с проглядом на будущее. Я никакой совсем. У Александра меня, беру интервью. В одном месте он у меня вот так вот схватился за микрофон и заснялся. Ну и интервью у меня сегодня. Я ему все вопросы. Еврейский, про стране, дальнейшее, как будет выглядеть. Ты молюсь, тебе Бог маленько раскрутит эти шарики-то. А ты вот, я получил, да я получил. А что хвалишься, как будто не получил? Как будто сам добился. Это я тебе дал. И что есть в том, что у тебя есть, чтобы ты не получил? Это все я тебе подкладывал и подкладывал, Бог говорит. А ты хвалишься, я по этому. У тебя нет ничего твоего. И поэтому хвалиться нечем, кроме того, что ты узнал, что это от Бога. А хвалящееся хвали тем, что знает Господа. Тут прямое повеление. Я должен хвалиться. У Тавита написано. А тайны Божьи следует возвещать. А тайны царевые умолчать. Ты один раз прочитал, крепко себе держи. Языком лишнее не говори. Но божественное неси их сюда и везде. И Бог даст помощников, которых даже не знаешь. Вот это парализованное серьги лежит. И как будто бы он 12 лет ждал, когда я появлюсь. Я говорю, я вчера раз с вами разговаривал по скайпу. Потом начал дома прослушивать. Заново-то. Ну, он еще говорит так, не совсем внятно. Костноязычное кое-где. Ну, что спрашивать? Человек на том свете был не раз. Я говорю, два раза я заметил, как сверкнуло что-то. У вас избрание Божие видно. В двух местах заметил. А он мне сразу выдал. Я вас послушал, я понял. У вас мечта умереть за Христа где-то. Я говорю, точно. Свои верующие этого не знают. А он один раз и увидел. Это означает пронзительность, проникновение и отдача. Вот начали смотреть. Смотри, сколько мы открыли в этом. Но где сделать интонацию? Я говорил, когда я насчитал Новый Завет. И, в первую очередь, я это дал тому, кто помогает. Вот говорил, ходит его отец, Алеша. Ну, он Леонид, на самом деле. Он утром приехал, гляжу, сидит и хлюпает. Я говорю, что? Я всю ночь слушал Новый Завет. Я же его сколько раз считал. Так я его не понимал совсем. Я ни одного слова не добавил. Я в интонацию весь вошел. Его это так пробило. Он следит, смотрит. Так вот какой смысл. Останавливается, смотрит, останавливается, смотрит. А почему? Почему эта душа твоя, она стала касаться сокровенного его души? И что ты получил? Что у тебя есть? Разве ты не получил? Разве своими силами добился? Нет, я тебе дал. Поэтому хвали с Господом. Ты сам-то понимаешь? Это знаете, когда Державин, а Пушкин говорит, Державин нас заметил и в гроб, входя, благословил. И он написал поэму «Бог». Бог. Я его поместил, он в третьем томе «Бог». Поэма Державина. А был такой рульсовер Кюфельбекер. И он написал ему «Да Гавриил Романович, да полноте». Понимал ли он, о чем написал? А Боге сказать такими словами, своей рукой нельзя это написать. А ангел водил. Поэма «Бог», она у нас помещена в трехтомнике. А вы ее оценили, я каким даю? Ну а что это там, наплел, он еще попало. Я прочитал, места себе не находил. Я загляну еще раз. Каждая строчка из священного писания. Как ему-то удалось это написать-то? Вот Кюфельбекер это знал. А ты? Ну сегодня воздух только почитай, ты уже узнал бы намного больше. Вперед. Седьмой. Восьмой стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Ой, если бы вы и в самом деле царствовать, чтобы и нам с вами царствовать. Значит, тут у нас одна помогает по интернету, Ольга Ворова. Ее некоторые знают. Игорь туда завозит. И она говорит, она вот библиотеку образовала сама, люди приходят там, и Евангелия у меня нету, а детского вообще-нибудь нету, ну хоть книжечку какую-нибудь. Я так посмотрел, прикинул, 60 экземпляров могу дать одного, и 60 другого, или 80. У меня две есть, 10 заповедей, а не в деревне. Я тут же заказал, она говорит, Евангелия нету. Ну хоть несколько штук, 300 штук хватит. Да не после Евангелия, а она с кремленами вместе идут-то. Все, тут же ее отвезли. Ну прошло дня три, ну она там, за неделю кто-то придет, одну дает, и говорит, у меня что-то невероятное делается-то. Народ откуда пошел, говорит, неделя не прошла, говорит, у меня только осталось, кажется, 300 экземпляров, 300 штук разошлось. Я говорю, да о чем ты думаешь, ну, все же, я без цены. Ну я говорю, тысячу привезу на следующую неделю, хватит тебе. Да так и в захолость. Это Бог делает. Это не мое, это Бог мне дал, я выменял на свои книги на эти вот, люди-то мало знают. Я говорил об этом человеке Кукушкину, Игорь из Иркутска. Не православные, но православным далеко еще до него. Девять ребятишек, последний на руках качает и платит пять десятин всю жизнь. Понимаешь, для меня это бальзам был, когда я в доме был. И когда мы молились, присвитером он у них, а наши ребята сзади были, он стоял, говорит, перекрестился с вами вместе. Ему это понятно. А ты рядом был и не понимал этого? Что такое Евангелие? Какие мы богаты это? Я говорю, мы прошли, я посчитал шесть ступенек вверх, одиннадцать, семнадцать, сколько? И прошли тут метр тридцать. И он должен был дать нам, допустим, ну, тридцать ящиков. А когда зашли, он на меня посмотрел, как первый раз видит. А сколько надо? Я говорю, держи здесь. Стоп, берите, сколько вам надо. Все. Это прошло полторы минуты, как мы встретились. И он обернулся к ребятам нашим. Я впервые вижу живого пророка. Да какой я тебе пророк? Вообще тут пророк. Я просто шел дорогой, он сзади идет, я его не вижу, я ему рассказываю о Христе. А он сам проповедник-то. Но что-то в этом было такое, что его вот такие слова заставило сказать. А какая у вас с ним связь? Никакой. Уехали, и на этом все. Но это не означает, что это все. Там идет работа. И то, что я говорю, это его. Это его. Я Оле отдаю, это не мое. Это он дал. Это его рука оттуда из подвала достала и дала. А Оля раздает. А у них там получилось с руководством. Не ладно, они разошлись, у него склады, эти остались. Ну, как отступающие войска из Чечни. Бросили всю технику, самолеты оставили им. И он теперь правильно им пользуется. И моя беседа с его семьей, в семье, выставленная в интернет. Видела. Ну вот. Ты во все сам проникни и заметь любовь Божию во всем. Это Бог так сделал. Бог. Ну, любовь, когда мне дали, да, я вижу. А вот меня сегодня ночью угромили. Это любовь. Ну, вы помните, тогда она глухонемая пришла. Я в дверь-то не пустила. Она вот так начала колотить. Стекла мои полетели, выбили. Ну, что тут делать? А я сказал, как меня любят. Да она не старая. И как ко мне прям лезут? Через окна лезут. Я не пускаю. Они прям ломятся ко мне. Вот любовь настоящая. Она купила стекло. Застеклили. Она стоит, кровь с рук стекает. Понятно. Ты найди слово такое, которое кослось бы. А что она это сделала? Она хотела зайти, а уже солнце, горизонт оказнулось. У меня правило, уже дверь никому не открывают. А ей надо было. Она глухонемая. Я не открыл. Но она не понимает. Она двумя руками вот так вот. Стекло-то. А у меня ниже ошибки не было. Там большое такое стекло. Но все равно все целиком туда и вывалило. И я увидел в этом это ее любовь. Она так ко мне лезет. Даже через окно. А ты все. Ты вот посмотри. И ты увидишь не море, а океан любви Божией во всем. Этот человек ничего не знает. И я думаю так. Отец делает, а сын ломает. Вот это да. Дьявол как делает. И в этом ты должен усмотреть особую милость Божию. Сегодня мы Златоуса слушали об этом в храме. Считаю. Еще раз. Борышья Иконинген попутно спросить. Где она? Болела. Болела? Вот это болеет. Это откуда-то. Мне интересно. Встречают меня родственники. Ну знакомые, товарищи. А я говорю. Отец-то как? Отец. Так он уж умер. Умер? Да он же моложе меня был. Ну умер. Да как он так? А что это он так? Понимаете. Сам по себе вопрос-то. Как будто от него зависло. Но умер. Ну курил. Кто не курит сейчас? Курил. Ну так он сам себя сжег. Что ж ты молчишь-то? Выпивал? Да выпивал. Ну вот. Умер. И я сказал просто, что это с ним? Ну умереть это естественно. Ну не естественно кажется, что раньше срока-то. Вот у меня старший брат на 5 лет. А он умер, до 60 лет не дожил. На работе выпил, грохнулся. Я там мужичок. Добой пришел, лег спать и больше не проснулся. О котором я пишу. Самуил. Он умел все делать. Когда в детстве были. Я ничего не умел делать. И я его просто лелеял. Какой у меня брат? А то он меня обманывает, шелкушки мне дает. А для меня это мимо все отлетает. Я вот так вот смотрю на него, восторжен. Он что угодно может сделать. Вот только подумаешь. А то он радио проведет в баню, там рушилку, чтобы мне внизу свою сделает. Все делает. Я ничего не могу делать. Я могу только рот развинуть, лыжи сделать. Лыжи сам. Самкин. Просто в руках у него все такое. В деревне. И вот он смотрит дерево, какое спилить, как его расщепить. Потом как загнуть, отпаривать. Я только рот разину. Как лыжи по середке, по бежок это все сделает. Любой ширины. А я ничего не умею сделать. У меня был один талант любить его. Большой статус талант был. Да главное я у бабушки жал. А он 4 километра до бора, а потом борт переехать. И шарщина 15 километров. Он уехал. Так я взял лопатой, след его вырезал. И где у колодца было. До самой весны этот след с лыжи на его хранил. А соседский парень как-то зашел, посмотрел. А что это такое, говорит, у меня брат уехал, а сын. Да он увидел, говорит, сбоку так. А это моя лыжина, это не брату. Мне обидно стало. Оказывается, хранил сувениры даже не те мощи. Отозвать святых. Как-то не злоро говорит. Считай. Еще раз прочитаю этот стих. Первое послание к коринфянам. Четвертая глава, восьмой стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Толкование. Слова, внушенные негодования. Так скоро, говорит, вы все приобрели. Ни в чем не имеете нужды. Уже насытились. В короткое время достигли совершенства и получили все богатство познания и дарования. Совершенство достигается в будущем веке, а вы, казалось бы, уже имеете его. В самом деле, ваше тщеславие показывает, будто вы зашли на самый верх совершенства. Сими словами выражает, что они весьма несовершенны, когда ведут себя таким образом. И это, говорит, в том же расположении духа, показывая их бессовестность, как бы так. Узастоившись таких даров, вы не хотите нас, трудившихся для вашего блага, допустить к общению вон их. О, если бы, говорит, вы царствовали, то есть достигли совершенства, потом, чтобы речь не показалась насмешкой, присовокупляет, чтобы и нам с вами царствовать, то есть получить те же самые блага. Ибо ваша слава моя, потому что, дальше выделено жирным и подчеркнуто, для всякого учителя вожделено совершенство учеников его. Тут вот маленький комментарий я даю. А мне кажется, здесь юмор. Вы царствуйте. Ну, неплохо бы нам с нами как-то поцарствовать. Может, нас примете к себе? Да, как бы, да. Это пишется про Филарета Милостива. Он все раздал, заходит, обедает, а у него ничего нет. Здравствуйте, хлеб с солью, они молчат. Ну, паёк-то, скудный-то. Дети мои, ну, хоть не как отца, может, как странника примете за стол? А он пришел их странников кормить. Ну, ладно, садись. Он отдал все. Попросил один теленка, кажется. Он ему отдал один теленок. А корова орет. Он говорит, она так ревет, ей жалко, возьми тогда и корову. А потом дочь выдать за царя. По всей империи будут искать невесту, и нигде не найдут, только в его доме. Но невеста окажется несчастной. Царь будет ей изменять. Марию эту покинет. Даже считаешь ее безумно, как святитель один и говорит ему, вот он показывает бутылек с какой-то мутной жидкостью, она меня хотела отравить. Ну, теперь она тебя хотела отравить. Давай, не проверяй, проверим, говорит. Это к примеру сказать. Скажи, зачем? Обычно стараются от мужа избавиться, потому что там появился новый, более богатый олигарх. Но она снова царицей может стать после твоей смерти? Нет, конечно, царь будет из другого рода. Она может быть такой знатной, как сейчас нет. Ну, ради чего бы она-то делала-то? Стоит, молчит. Ну, полюбил тут, а надо Федотиу-то взять. А избавиться никак не может. Свадьба по-итальянски. Брак по-итальянски. Этого брать, другой взять. А это вот из Филарета. Милость его. Кажется, ему бы Бог много дал, только бы детей также благословить. Нет. И она не виновата, чем красавица была. Совершенно. Несправедливость вопиющая. Но по-человечески. А перед Богом там что-то заложено было. Вот сейчас бы конкретно, ну, я встретил Путина, президента. Ну, и стали бы говорить, я сказал, скажи, а Людмилу-то, что ты расставил тут? Чего ради? Всегда был в храме, молились вместе. Чего бы он ответил? Что Кабаева красивее? Как я одной сказал. Да что она говорит, с золочеными краями, что ли? Ради чего? Законная жена. Тебя сейчас все упрекают и косятся. И пример-то какой за целое государство. Ну, можно было сказать. Я вам креститель не побоялся же, сказал, не должно тебе иметь иродиаду. Это иродиаду рядом. Не должно тебе иметь-то. Боятся потерять льготы, лелеемые. Но патриарх для этого и поставлен, чтобы обличать правителей. Ну, я говорю, только говорю, у меня права никакого нет. Я только молюсь. Молюсь и Бог сделает как-то. Такая страна, еще и державой называют. Сами себя не удерживаю на плаву. Комментарий на слова «Для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его». Перед этим апостол Павел как бы говорит коринфянам, что вы уже присветились, обогатились, стали царствовать без нас. То есть, пытается их устыдить. Ну, а дальше и говорит, а если бы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. И вот Блаженный Феофилак говорит, что «Для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его». И вот комментарий Гнать Тихоновича на эти слова «На любом производстве требуют качество продукции, качество работы. И только ни со священника, ни с архиерея, никто не требует качества их прихожа. Даже зная точное количество посетителей храма, отчет в основном дается по доходу, а качество христианина напрямую зависит от знания Слова Божия». Понятно, от чего зависит качество. И вот от православного, это мой брат, я пьяный, пусть теперь кто-то скажет, что я баптист. Баптисты не пьют. А баптисты для чего пьет? Ему чего нужно доказывать-то? А может быть действительно он уже в православие перешел? Тайный ученик православный? Я уже потом стал додумываться. Наверное, сердце я уже целиком православие принял, теперь он решил подтвердить. Я теперь пью, как все православные. Потому что у баптистов это немыслимое, это невозможно. Хотя встречается, но не в той пропорции. Качество учеников, я к этому говорю надо. Неужели пастырям приятно называться отцом тех, кто ничем не отличается от живущих в мире безбожников? Разве для всякого учителя не вожделено совершенство учеников его? Иоанн Златоуст говорит, что если и одна овца погибнет по небрежности пастыря, то ему не хватит всей его жизни, чтобы рассчитаться за эту овцу. Слово Божие есть зеркало, смотрясь в которое душа усматривает свои недостатки. Целые тысячелетия шли, не сверяясь со Словом Божьим. Качество учеников православной церкви оказалось таким, что они разрушили храмы и расстреляли пастырей, и осквернили могилы отцов. Чтобы до такой кондиции довести безнравственность своих учеников, нужны были целые поколения пастырей, скрывающих Слово Божие. Для всякого учителя вожделенно совершенство учеников его. Вот я делаю упор на это слово. Вожделенно. А для этих не вожделенно. Курит, ну и что курит? В Греции он как? Он подойдет к священнику, потом папиросу переложил в эту руку, благословил ее и опять задымил. На Сибирске только сядет, говорит священник, там же мне близкий шофер рассказывает, он меня толкает, быстрее везде отсюда, так курить охота, но еще таится. А тут никаких архиереек курят, на дыме или полная комната. Хип архиальное собрание. Но русские, когда баптисты приехали, приедут туда в Германию, а у них так, сначала тамошние немцы, а потом эти, которые приехали из Советского Союза, а комната-то на курен, так они там его разгоняют, разгоняют. Русские баптисты не любят, когда курят. А тамошние опустили до этого состояния. Все считается нормально. Мы должны о качестве заботиться. Вот сестра у нас, старшая сестра. Вот она сидит. Я сегодня видел у кого нарушения в стиле дресс-кода нашего одежды. Я их при выходе из храма все вдоль стенки поставил. Потом ее показал. Смотрите, как она одета. Посмотрите. Тебе особый выговор, потому что знаешь, рядом и не делаешь. Край платья должен лежать на ноге, на взъеме ноги. И она, посмотрите, как она, и все. Так, это твоя работа. Конкретно. Вот человек, вот пример. Я хочу, чтобы все имели целомудренный вид. Тем более у нас по уставу написано. Это же нетрудно. Я под большим впечатлением просмотренного этого самаана, священника-то. Обязательно посмотрите. Мой батюшка сидел, глаз не отрывал. Я говорю, С чего мы лишились православной, отбросив Копскую церковь, назвав ее иеретической? По вопросам, которые никак проверить нельзя. Одна или две воли во Христе. Зачем тебе надо? А может три? Только по-нашему, чтобы думали. Гречные описания, не от толкования. То, чего в Писании полбуквы нету. И они целиком Африканскую церковь отстекли, назвали иеретиками, больше не сообщаются. А это все их, Копская церковь. Их не принимают. Но они приезжают. В Барнауле были они здесь. То ли учатся студенты тут или кто. И они в храме пели. Здесь стояли. Я не знаю, тогда трое или четверо их было. Молодые люди пели. Но мне сильно показалось пение. Я так хорошо услышал. Примерно как у отца нашего поют овечки бараны. Вот такое показалось. А по их, видать, это хорошо. Я не сужу, просто напев такой. Бога легко искать, Бога легко найти. Вот баптисты, когда поют, я выставил специально там пение, прославление Христа, наверное, в интернете. Она караоке называется. Когда музыка идет, слова плывут, а нету. Ты сам поешь по этим словам. А пения нету. А только музыка играет и слова по экрану. Строчка есть, а где тебе петь? И она выделяет полслова, третью часть слова. Тянуть, значит, тебе надо. Караоке. Это в Японии. Когда они там пели, а в это время перерыв, а люди в зале были. Один говорит, ну давайте на экран мы выведем слова, какие поются-то сейчас. И включим. И оттуда вдруг стало так популярно, на весь мир распространилось караоке. Рожденная нечаянно. И сейчас везде на все песни. Я это все караоке и с песнопением выстоял. Неужели уйдешь, не приняв Христа? Там толпи в бок ее, а то хлопнись. Толпи. Вот так. Я вспоминаю, как этот, тогда у нас был, рассказывал Николай Местерович. Выступал, говорит, в Алма-Ата, проповедник. Братья и сестры, вы резко не двигайтесь, соседнего брата и сестру не трогайте, не задевайте, будьте внимательны. Вы понимаете, они пришли сюда всю неделю, молились днем и ночью. Здесь хоть маленько они отдохнут, подремлют. А потом голос повысил, что? Нажрали жирного, спать пришли сюда. Как все стряпнулись. Я, говорит, так запомнил это. Нажрали жирного. Рыба жарена, пирогов напекли, а теперь спать пришли сюда. Мы только про Барышникова спросили, а она звонит. Кто? Валя Барышникова. Вот видишь как. А у нас очень часто так бывает. Даже еще разговор не окончен. Звонок, я выхожу, на крыльце стоит тот, о ком мы говорили, который у меня даже и не бывал никогда. И вдруг стоит, я говорю, как ты пришел, не знаю. Я говорю, да хоть и мне только сейчас разговаривали. Это был такой рябошапка у баптистов. И он с одним едет, а он не знает, что это простое, как Феофан Затворник, по-баптистски, конечно. Он говорит, вот люди увлеклись земным, а думают, что у них пользы не будет. Они прахом питаются. А так голову повернул, а весна, и на пеньке змея лежит, как эти змеи, которые прахом питаются. Только сказал, повернул, змея на пеньке. А тут сразу обернулся, а ты не рябошапка. Он говорит, я. То есть у него все к месту, это специально, в студии так не сделаешь. Говорит о змее, о поедании праха, и голову поворачивает, и змея на пеньке, и загнулась, стоит. Вот как эта змея. И поехали дальше. Вот тебе и караоке. Ты видишь, а сколько там песен нацеплял, и как поют баптисты, какие они чистые лицами, как они вдохновенно поют. Я-то все выставил. Пение, прославление Христа, взойдем на Гогову, мой брат. В этом одном стихотворении, в песнопении, вся литургия заложена. Вот придумали нам. Я ничего не меняю. Я только и говорю, что должны отстоять. Вот сегодня только прочитаю честнейшую хирургию, опять честнейшую хирургию. Только прочитали 12 раз, Господи помилуй. Ну, минут несколько прошло, опять Господи помилуй. Это лишь бы пробарабанить. Никакого Господа и помилуй там нет. Никто не слышит. Я о чем считаюсь, не знаю. Тут уже заканчивается служба вечером, ну, уже все, шапку в руки нет, придите, поклонимся. Кого придите, когда уйдите, уходим, уходите, братья и сестры, и придите, не грешите. Придите, куда придите-то? Ну, придите, это призыв. Это в начале богослужения, на улице, там, мула кричит, там, прийти, это намного лучше, в храм, на базар. Ай-я-я-я-я-я-я, лучше, чем храм. Вот они кричат, это не колокольный звон, они правильно делают. Он считает Коран и говорит, быть в мечети лучше, чем спать долго. Ну, его тоже не понимают, он по-арабски поет-то. Они ничем не лучше нас. Надо, чтобы это звучало, проникало. Вот это колокольный звон. Придумали колокола. Поэтому у меня столько ненавистников со всех сторон. Но что до такой степени, чтобы живьем меня на небо толкали, как сегодня ночью, это пришел человек, который меня благодатью окутал, даже ночью. У меня, конечно, охота узнать, что ему надо, чтобы я дал. А то он, может быть, скажет, ходил, толокся, ломал, рвал у него ночью, а ничего не получил. Как бы ему заплатить мне сейчас? Я бы заплатил за эту его ночь, которую он у меня протрудился. Был орудием каких-то сил. Я не смеюсь, я конкретно просто говорю, мне жалко, представлять, ночью даже дождик был, и прийти через забор лезть, отрывать все, ломать, колотить дверь, а дверь железная, и не получить ничего. Я позвоню его матери сегодня, скажу, ты как-то разузнай, может быть, возьмет он с меня за труды свои. Давай. Девятый стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Толкование. Слова свойственны человеку скорбящему, или лучше тому, кто хочет привести других в стыд. Как вижу, говорит, из ваших поступков, одним нам, апостолам, положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти, то есть осужденными, готовыми на смерть. В самом деле, из того, что вы уже воцарились, я могу заключить, что нам определено быть последними и как бы осужденными нам, апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа. Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы, потому что наши подвиги так велики, что стоят и ангельского созерцания. Ибо мы не с людьми только боремся, но и с силами злых ангелов. Некоторые снимки делаю, хоть сто раз делаю, глаза все закрыты. Когда глаза закрыты, я снимок бракую. А тут вижу, у них все время закрытые. Не закрывайте глаза-то. Сон подходит, ты его гони. Вот у меня дядя Гоша был этот, лютый. И он такой вопрос задает, никто не задает. Скажи, а во время, когда в церкви бываете, у вас позевание приходит, я говорю, да, а как вы боретесь с ним? Ну, я сказал, как, а я, говорит, вот так делаю. И когда позевание приходит, я вот так вот, даже в рот, говорит, и не позевнуйся равно. Он слепой был. Даже этим делится. Как именно? Вчера в интернете один вышел, у меня один такой вопрос. Напишите, чем вы утром питаетесь? Он думает, откуда эта энергия в утренней... Я говорю, мясо полностью исключено, его никакого, никакого не бывает. Алкоголь ни грамма никакого, ну, минимум 40 лет. Ну, а что, обязательно тертая морковка на мелком должно быть. Ну, а дальше ее Володя готовит, его спрашиваете. И он тогда, Володя, снимает, и все мы засняли, в интернет выставили. Я сижу на терке тру, как я ее мою, показываю, как ее поколотить надо, чтобы было чисто, чтобы ничто не пропадало. Ну, и все остальное, что есть, картошка, картошка вот с этот мизинец, вот такая у нас картошка. И надо ее чистить, не знаешь, берешь ее, она развалит, такие мелкие-мелкие, и мы уже питаемся целый месяц ей. Варим, потом ее чистим, а потом на сковородке, и она маленько как бы отпекается, ох, хорошая. Ну, сразу в рот, 3-4 картошки. Она как, ну, горох вот эта, ну, бывает там, вишенка или какой-то, она до того вкусная. Людям надо показать конкретно, и они увидели. А что вы показываете? Меня спросили, я показываю, тебе не спрашивают, ты не покажешь. Меня спрашивают, с чем питаемся, как встаем. Нет такого у меня в жизни момента, чтобы люди не спрашивали, это им интересно. Вот сегодня у меня предстоит встреча по скайпу с группой людей из Москвы. Это первый раз, обычно я один на один говорю. И беседуя, а Володя в это время снимает. Во сколько? С какой времени? 5 вечера, кажется. И в это время он снимает, и тут же вешаем, я его ужимаю, и тут же выставляю. И вот поставил недавно один, беседа с мусульманкой там где-то, уже больше 200 отзывов пришло. Внизу и все подписывают. Возвите сообщи потом. Давно не по теме, но на моем снимке они сцепились. Я же вас вижу, когда вы разговариваете с кем я. Не снимки, а видео. А, я потом попозже маленько смотрю. Пошли дальше. Ты сразу перехватывай дистанцию. Десятый стих. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Толкование. И это опять говорит для того, чтобы пристыдить их. Тогда, как апостолов били и презирали за Христа, коринфяны были уважаемы, почитаемы, мудрыми и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит. Как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мыслей? Нет. Необходимо допустить, что или ваш, или наш образ мыслей не во Христе, или ваш, но мыслить не во Христе не достойно апостолов Христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью. Немощью везде называют искушением. Опять вы славны и благородны, а мы в бесчестии. Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью, проводили жизнь счастливо? И так очевидно, что вы не в добром состоянии. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно ангелов. Следовательно, вы не должны гордиться этим. Это все в ироническом тоне. Ну, конечно, вы царствуете без нас. Ну, нам бы как-то халавастом поцарствовать. Понимаете, апостол Павел-то какой был. Илья-то, пророк, когда рядом Багаловы скакали, он говорит, ваш бог может в дороге заснул где-то и не слышит. Так вы громче кричите. Хоть царобрядцы и почитают, и Илью. А он не царобрядец был, у него юмор был. Юмор, это над собой играет в патроне. Это большое дело. Это разряжает обстановку. Апостол Павел их просто высмеивает здесь. Вы же без нас царствуете. Ну, нам бы хоть как-то сбоку окол вас там поцарствовать маленько. У меня небольшой комментарий. Когда умер, убили отца Данила Сосоева. Там по интернету тоже говорили, ну, это некоторые священники, что вроде он сам напросился, что его так убили. Вел бы себя как-то поскромнее бы, как говорится. Не так обличал бы их, может быть, ничего и не было. В интернете пустили молву, что я сотрудник КГБ. Второе там еще что-то. И, наконец, Малах пришла, он умер. Один там пишет, надо же так, я так сколько лет собирался с ним встретиться. А тот говорит, да он еще живее всех живых. Где он умер-то? А, ну тогда ладно, успею еще. Так интересно. Это такой человек. Там все есть. А мне радостно так. Я чего-то стою, как Семкин говорил, профессор. Потому что о вас говорят антиреклама. Это реклама, антиреклама. Так бы нигде ничего не было. А теперь другой кто-то зашел и говорит, вот вы что говорите, вы же ни одного слова не можете подтвердить. Я вам показываю ролики. Вот показываю они в деревне. Как они живут. Я у него ночевал не один раз. Я с ним пил и ел. Вы говорите, совершенно не то. Он там, я как сыр в масле купаюсь. Он там разъезжает, он ездит там, с гаремами живет. Он говорит, ну это не православное. Я говорю, самое натуральное православное это говорят. Потому что такая искусная ложь только православным свойственна. И при том она по благословению батюшек. Это благословенная святая ложь. Потому что они с еретиком борются. Они защищают свою святую инквизицию. Это я только... Вот вчера, позавчера все это в интернете мне выставили. Я так, ах, ну это... Ой-ой-ой, сколько же мне там посвящено. И ни одного слова нету. Ни одного. Чтобы... Даже вот пол слова нет, правильно? Чтобы знал. А другой им все выставил. Ну вы опровержение дайте или как-то. Они не можете отвечать. Ну явное дело, что на вашей стороне ничего нету. А он выставил все эти ролики, книги, откуда. Они ничего не могут выставить. И отсюда вывод. Ты смотри на них и бойся. Предаст тебя Господь, такой же будешь. Давай. Одиннадцатый стих. Даже до ныне терпим голод и жажду. И наготу и побои искитаемся. Толкование. Что говорит припоминать прежнее? Посмотри на то, что теперь есть. На то, что вы... На то, как вы утопаете в удовольствиях. А мы совсем напротив. То есть нас бьют. Это говорит против надменных. То есть нас гонят. Мы бегаем. Это против богатых. Продолжим. Продолжай дальше. Двенадцатый. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Толкование. Этим приводит стыд тех, которые дерзают проповедовать ради прибыли и выгод. И что говорит важнее всего? Мы не почитаем себя несчастными при таковых бедствиях. Из чего это видно? Из того, что озлобляющим нас воздаем противным. Ибо тех, которые злословят нас, благословляем. И тех, которые наносят нам более жестокие обиды. Что значит хуление? То есть жесточайшая обида молим. То есть за хуление воздаем им словами кроткими и ласковыми. Это значит моление. То есть речь кроткая. За такое-то поведение почитают христиан безумными. Он говорит, что трудимся своими руками, Павел часто. Ну а чего ты будешь трудиться в городе? Вот пример сидит, Володя снимает. Батюшка сказал, барана там прислали. Нужно мясо развести он к Татьяне и повез где-то. Обратно где-то идет, смотрит, дрова там какой-то. Оказалось, дровяной склад. Он заглянул, вам надо дрова колать? Да нет, не надо. А рядом другой слышит, что ты еще дрова колешь. Да уже нанялся. Приходит, вешаем, 400 рублей выкладывает. Да его все, кто она колет, все удивляются, что только топор мелькает. Это как надо так вот. Это здоровый, крепкий мужик не сделает, а он-то какой, говорится, с кепкой до рукомойника. Но, однако, Господь благодарит. Его наняли на другой день. Да познакомился с бабушкой. Бабушка там такие пирожки ему пищет. А на следующий день, на третий день уже пошел, уже бабушке отдельно там помогать что-то делать. А работа сама идет. А откуда чего? А почему? Он любит десятину. Десятина. Большая или маленькая. И безотказно. Приехал бабушка, батюшка, и, ну, что, наверное, с ноября уже Володя будет тогда здесь топить. И я с батюшкой сижу. Я говорю, как это, октябрь? Володя топил здесь все время. Ну, так это только раз в неделю. Не раз, а два. Почему раз-то два? Тут уменьшать не надо. А остальные-то дни он не сидел. Мы дрова пилили, все убирали. Значит, батюшка, сделай полную программу, чтобы было ему оплачено. А за сколько ты говоришь? Четыре тысячи, чтобы было здесь все. Я должен привезти данные и доказал батюшке. Батюшка, все-все-все-все. Так что, получай деньги. Если ищешь, Господь благословит. Я вот раньше на велосипеде еду, ну, частный такой, Булыгина, вот здесь, это, Кирсарай, где. Около дома глина или песок. Это уже знак того, что что-то человек делает. Я останавливаюсь, захожу, вам в печь не надо делать. Да и мы печника ищем, я печник. Но они же меня не знают. Я когда сделаю, они полторы тонны меньше топят. До самого пола тепло. Там уже в очередь становится уже сразу же. И вдруг мне говорят, приходят ко мне на дам и говорят, тут пришли к нам делать печь. Так мы же с вами договорились. Я говорю, но я еще не сделал предыдущее. Я сказал на той неделе. Так они сказали, это от вас. Пришли и сказали, он говорит, сам не делает, он прораб. Он только на, мы бригаду у него, мы делаем. Пришел какой-то татарин. То есть под моим именем плагиат пошел, настоящий печной. Я говорю, я никому не могу доверить даже. Слова говорят, не то, что делать. Так придете, конечно, приду. У соседа пришел, делали они, кажется, недели полторы или две вдвоем. И каждый день бутылка. И сделали печень до офиса. Я посмотрел совершенно неправильно. Разбирай до конца, почисти ее кирпичи, чтобы чистенькие были. Я заново начал у него ложить. Раза в три дешевле. Ни одной выпивки за один день. Разница есть? Ты только ищи, чтобы было из чего уделять. А мы те годы-то жили. Мы вообще общины не было. И мы знали, куда деньги. Узнали, отделенные баптисты издают подпольное Евангелие. И мы десятину, и все, что собирали туда. И у меня кто в дом приходил, я сразу накладывал лоброк. Десятину обязательно. Я говорю, мы питаемся неплохо, да неплохо. По 25 рублей будете ложить? Какой разговор? 25. Какие-то деньги-то. А мы в дом, когда питаемся на 15. Если у нас 10 человек, по десятке, считай уже сотни. Это договорились. А если остается от питания, мы подгребаем к милостыне. И у нас милостыня вовла. И поэтому такое обильное благословение. Я могу сказать, что в частном порядке, такого стокровища, как наша книга, очень трудно найти. Может где-то есть, я не знаю. А меня грабили несколько раз, прокуратура до корня выжигала. И опять все есть. И речь идет не об одной книжке. Я могу сказать даже сколько. Примерно 45 тысяч экземпляров. Тысяч. Вот и все. Давай. 13 стих. Кулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах попираемый. Как прах всеми попираемый до ныне. Толкование. Что такое ссор? Все, что выметается или стирается, как негодное. Так, если кто скверно что-либо стирает губкой, называют ссором. Это же значит и прах всеми попираемый. Ибо попирать тоже, что обратить губкой. Итак, апостол говорит. Мы достойны того, чтобы нас отвергали и почитали за ссор. Не только вы, но весь мир и все люди. И не какое-то время, но даже и до ныне. Заметь, каковым должно быть христианину. Заметь, что он обязан подвизаться до самого конца. До самого конца. Павел, когда говорил здесь впереди, почему толкование не прочитано было, не знаю. Мы сделали с позорищем для мира, для ангелов. Все признают. Но как для ангелов? Ангелы наоборот на нас с восхищением смотрят. Большой буква ангелов. Как мы сделали для них позором для ангелов? И вот когда спрашиваешь, я говорю, почему ты сам-то не спрашиваешь? Не знаю, как-то они... Мы позором являемся для этого мира, для председателя, для органов. А как я для ангелов-то? Для ангелов-то у меня другая оценка. Ангелами здесь называется и показывает. Люди, живущие ангельски. Слово ангел относится... Это вестник Божий. К ангелам, которые на небе. С маленькой буквы ангел падший ангел и демона. Ангелом называется человек, живущий свято. Все ангелы моего посылают перед тобой. То есть путь тебе, анкреститель, другие. Ангел мой, сейчас надо познакомиться с девушкой, с кем-то. Значит, ангел это не в одном понимании нужно. Для кого? Для тех, которые вот так по-ангельски живут, как бы выполняют, все делают. И для них, ну можешь же без этого обойтись. Ну ты бы не рыпался, сидел и тебя бы не тронули. Ну ты же сам полез-то. Ну и получай. То есть если вот он вышел, Павел проповедовал, а зачем он вылазил-то? Сидел бы и молчал, ничего бы не было. И власти нам говорили, мы гоним вас не за веру. У меня бабушка верит, ходит в церковь, следователь говорит, ее никто не трогает. Вам зачем это нужно было? А вы говорите, за веру свою. За веру у нас в Советском Союзе не судят. Ну в общем-то да. Вот так. Не судят. Надо научиться во всем видеть вот то, что люди говорят и как эти слова понимают. Вот сегодня батюшка там считает пословицы, которые люди тогда говорили при Христе. А я свои пословицы, которые есть, встаю и сразу бы мне быстро перебрал несколько пословий, следствия, на которые надо обратить внимание. Они отражают состояние такое человеческой души. Надо просто отдельно выписывать. Метод Михаил Кальмай всем поклон передает. Темиртау в Темирской области. Всем. Как они собираются, как там молятся, все это. Он скоро приедет на причастие. Давай. Четырнадцатый стих. Не к постыжению вашему пишусь и я, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Но они поняли, что он иронизирует, выставляет их такими, какими они не являются. Он говорит. Не к постыжению. Ну что ты? Вы думаете, я только высмеиваю? Он так тонко заложил это. И через это вас тронут. Это не то, что я вас отвергаю. Толкование. Не к постыжению вашему говорит. И не с злым, и ненавистным намерением говорю вам это. Но как возлюбленных детей вразумляю. И не просто детей, но возлюбленных. Простите же мне, если я сказал, что и с оскорбительное, ибо это от любви. И не сказал, поношу, но вразумляю. Тоже не перенес вразумление отеческого вопроса. И перенесли. Ну, задай вопрос. В этом тоже вопросы есть. А вот это послание. Его когда считали, там, меня лично Павел знает, меня бы тронуло оно или нет. Вот так же. Понял бы он, что он иронизирует надо мной. Смеется. Иногда люди говорят. Мороз, ну смотри, на улице шел, там мертвый валяется, замерзый. А если так его не валяется, это говорить нельзя. Но когда работает только для утробы, то человек может ему сказать. Ну, или же ты разбогател. Может поделишься с нами? Мы понимаем, что не разбогател. И тем самым я его подталкиваю к мысли. Ты вот не ходил, в воскресенье работал, еще что-то. Ну, ты разбогател? Нет, конечно. У тебя не больше, чем у меня. Определенно. Вот в прошлом году, не в прошлом, а нынче мы ездили-то. Это нам требовалось-то сколько? Каждому по 4 тысячи евро только. Не считая советских денег. И ни одного нигде нет. У меня Витя возьмет-то. У Вити-то нету. У Николая Крущина нету. И вдруг Витя брат родной дал. А Николая Крущина никто. Теперь я на двоих должен был собирать. Собрал. На двоих? И куда купили что-то? Ну, ничего не купили. Они еще покупали. Другой раз мороженое. Я ничего, ни одной копейки не потратил. Мне надо было домой приехать. Ну, я их упрекал. Они говорят, раз купят рыбу такую хорошую, а я не ем. Им было, конечно, тревожно. Они варили, наперчили, все сделали. Подали на стол, а я не ем. Взял сухарь, отошел, достаю, грызу. Ну, а почему ты не хочешь? Ну, потому что дорого это. Ну, какая дорого это, то другое. Не хочу. Это вопреки моего характера. И они тогда, Николай, решил тоже меня этим самым. Бери там ложку меда-то, я не хочу. Перешел на мой режим. И однажды утром застол, а я не ем. Сметану-то положу, я ее беру, размешал урагану. Что там с собой брали. Вечер приходит, с обед. Я опять не сажусь. А что с вами? Не заболели, да, заболел? А что у вас болит? Ну, братья, родные, в дороге спрашивают, что болит. Ну, вам сейчас знать надо это. Вы молиться будете, нет? Ну, интересно как. Внешне смотреть вы не болеете. А говорите, болеете. Сон нехороший видел. Я объявил ему войну. Обнимался. Сразу война, к Вишеву ничего не осталось. Все, полная победа. Гляжу, братья за улыбали свои. Вечно мы уже наготовили за стол. Знаешь, как интересно было. Надо тактику менять. Бой, война объявлены везде. Ну, давай, засчитывай. 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Толкование. Что ж, скажете вы, другие разве не любят вас? Любят, говорит, но не так, как я. Ибо они наставники, а я отец. Итак, у детей, хотя один бывает отец, а наставников может быть много, однако их расположение к детям всех вместе гораздо менее в сравнении с любовью к ним одного, то есть отца. Так точно и между нами. Заметь, между прочим, слова во Христе приложил к наставникам. Это для того, чтобы не совсем поразить их. Впрочем, хотя приписывал им, наставникам, более трудное, ибо такова должность наставника, но превосходство любви предоставил самому себе. Объясняя, каким образом он, отец, им говорит, при содействии Христа, я родил вас благовествованием. То есть, не себе в меня это дело, как многие между вами, но Христу. Не сказал, я научил, но родил. Он указанием на естество, показывая любовь свою к ним и то, что они самые близкие ученики его, как эту мысль выражает и во всем послании. Интересно. Бывает ли так, что люди, рожденные от отца, он узнает, вырастает, а потом с отцом рассорился и говорит, я тебя за отца не признаю. Это у нас Катя Глушкова батюшке выдала, и мы за отца его не признаем. Ну, батюшка ее осек, как говорится, по полной программе. Ну, а в духовной жизни тоже так бывает. И я вот тогда стал рассуждать, а что дальше-то с этими людьми. И вот те, которые ходили на занятия, они ничего не знали, ходили, я преподавал в университетах в разных, и они ходили в педагогическом его занятии, в медицинском университете, в политехе только 17 лет провел. Сколько там людей прошло. И человек говорит, а я и так до этого сам знал, я показываю фотографию в коридоре. Так вот ты сидишь, ты пишешь, что ты пишешь-то тогда? Зачем ты ходил-то? И когда они говорят, мы и до тебя знали, у них внезапно счет, ну, бывает, как погасшая программа, бегунок сразу возвращается назад к тому моменту, когда они со мной встречались. Вот все теперь, что до встречи было, это ваше, а у них ничего там нет. И они сваливаются в яму, в мир, и самый паразаический блуд, пьянство, что-то другое. Ты сказал, что ты знал, что, то есть, мое, которое я тебе дал, что ты получил, шквалясь, и что бы не получил. Ты получил через меня в занятиях. А вот те, которые это все время подчеркивают, благодарят, как отец Геннадий, я там-то обратился, у меня там начало православного пути было, это самые высокопродуктивные священники. Сколько ими написано, выступают, ведут занятия, встречи, курсы, семинарии, там, где только, чего у них нету. И они везде подчеркивают, я получил вот там-то. И все это пишут. Ну, один раз, все время везде подчеркивают. Вот когда я начал откровения собирать, я получил это благословение от Игнатия Лапкина. А все, какой он, мир и ним, да какое он может благословение. Сейчас поднялись на нас, что мы на молитве поднимаем руки. Да кто это разрешил? Это только священникам можно. Это богохульство поднимать руки там. А они заступаются богохульством. А вот Соломон говорит, Господи, вот если придет в этот храм, иноземец, и прострет руки к тебе, иноземец, другой веры даже, он прострет руки к тебе, то услышь его, Господи. Павел говорит, желает, чтобы на всяком месте поднимали ему уже руки без гнева и сомнения. Жития показывает, женщины все поднимали руки. А чего уже? Ну, Серафим же, ну, Серафим священник. Ну, ладно, теперь в Ветхом Завете. Вот их зажали на смерть, и они вопияли, поднимая руки к небу, жены, дети, все. Это в положительном ракурсе нужно рассматривать, да? А почему теперь вы нападаете на Лапкина? Они все заглохли, больше не выступают нигде. То есть совершенно ничего не знают. И что-то надо говорить, лякоть, обвинять. Ну, сила князя Весовского Вильзеула. Вот я говорю, а вы слушайте, о, это, вы знаете, что такое? Это управление мозгами людей. Это такое, это, знаете, он гипнозы учился там где-то, чуть ли не в Индии, а учился ездить где-то. То есть, если бы вот вы ничего не принимали, не слушали, и только хохотали, плясали, то да нормально, тогда все как есть. Даже не верится, что живущий на земле человек может это говорить. Силой князя Весовского Вильзеула все это делает. А я встану и говорю, благословен Господь, как сколько благодати получил сегодня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, когда имя ваше пронесут. Ты испытай эту радость. И они говорят, ни имени нету, ничего, но назовется ник, кем-то назовется там, или кобру на себя, со себя поставят. Мне какая разница? Мы сразу на молитву. А мне это все выставляют, а вы знаете, вот тут на вас, а почему они на вас? Слово Божие не вмещается. А они что, они говорят, за что? Нет, не говорят. А зачем они тогда все это выдумывают? Они бы выдумывать не стали, если за мной это числилось. Они бы так и сказали, представили чек. Вот надо со временем выйти в состояние, никогда ни за что не огорчаться. Как молитву оптинских старцев. Какое бы известие в течение дня не получил, знаю, что без твоей воли его не было. Благодарю тебе, Господи. Вот настрой себя на это, благодарить. Я Вале это и говорил. Мы с Катей, говорит, сидели там и плакали, когда считали ее письмо. И как же так, родная дочь? Я говорю, ты наоборот, благодари. Это ей выпал такой жребий. Твоя родная дочь, она не понимает. Но она написала с отцом Олегом, где она была, с теня его там. Она все правильно написала. Не правильно она, но как она понимает, она не лгала. Я сказать правильно, искренне написала. Что мама моя увлеклась Лапкиным, вот там такое. И дальше уже идет как есть. Ну а эти-то грамотные, они сразу начинают обмозговывать. И тогда говорят, ууу, инструменты управления сознанием людей. С сознанием. Вот вы сейчас побыли, уйдете, а уже вы идете не туда, куда надо. Я управляю вашим сознанием. И вы идете к холодильнику, а я отсюда чак, и вы все отправились без холодильника. Это как бы хорошо было, а? Пять иди. Вы сейчас идете в кинотеатр, и я отсюда опять новую включаю. Тут щелка, управление сознанием. И вы направились в храм. Я такая сижу, щелкаю и все. И это пишет человек с высшим образованием. Управление сознанием. Вот когда они хлопают руками, стоят перед ним, тут еще можно, как гипноз. Но когда вы на неделю уходите, уезжаете к сестре неизвестно куда, как Людмила Степановна, как же им управлять-то? Каким образом? Не Сталин, не Гитлер не могли управлять ни тем, ни другим. Потому что покушение на того и на другого готовят. Даже в Ленина стреляли. Чего же не управляли сознанием-то? И как можно управлять? А люди эти слова слышат. Ой-ой-ой, какой он страшный на меня. Это сознанием управляет. Он же священник, у него их, говорит, учили там. А тот, говорит, он не священник. А тот, вот это мы косяка отдали. Ты благодари Бога, что есть. И ты для врагов будешь небезразличным. С приземием. Только труп его увидя, как много сделал, он поймут. И как любил, он ненавидя. Некрасов написал. Вот. Только труп его увидя. И ты не заботься на сегодняшний день. Я каждый вечер только заканчиваю. Володя, какой день был богатый, какой счастливый. Все у нас было. И друзья, и врагов хватало. Ну, все как надо у нас. Нас все любят. Я говорю, смотри, вот кошки ластятся к нам, подходят. Моль любит. Мои носки почихала. Я головами считаю, пальцами хожу. А тоже она любит. Идет не к чужой дом, а к нам. Я им в прошлом году устроил, освенцам. Все носки взял, в кастрюлю залил и давай кипятить. Носки кипятить. И они померли там. А когда я все развесил, бежу, а там дырки вот такие в носках. Ты научи все так глядеть, но все, что это все пройдет, как будто никогда не было. Такое оно временное. Даже язык не стоит. А давайте говорить об этом. Считай сейчас последнее уже. 16 стих. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Толкование. Подражайте, говорит, во всем мне. Ни мудростью, ни богатством. Не превозноситесь и не враждуйте против братьев. Но полагайте и мудрость, и богатство в любви ко Христу и к братьям. Заметь доброту сердца. Он умоляет, а не повелевает. А предлагать самого себя в образец для подражания. Это знак великого дерзновения. Великого дерзновения. А сегодня, о, а что ты хвалишься как? Я могу сказать. Вот священники сидели, когда в епархии. Я им говорю, вот вы хотите, чтобы я был похож на вас. Человек дружбу свою направляет так, чтобы каков он сам, так и вы были его товарищи, друзья. Я говорю, вот вы хотите, а они молчат. А я хочу, чтобы вы были как я. Я могу это сказать. По всем вопросам. Какой бы вы ни задали, я скажу, будьте как я. Живите бедно. Никого не преследуйте. У меня друзья и мусульмане, и сектанты разные, какие бы они были. У меня все друзья, от всех, говорю, хорошие. Но вы, если бы сказали, подражайте вам, я подражать. Я говорю, мы вас как чумы болотные боимся. Чему там подражать-то? Кадиллаки накупили там. Хватаете свечки, свечки, свечки. Только прибыль, прибыль. Больше ничего не видите. У вас веры-то никакой нет. И вам подражать. Вот эта беседа у батюшки там на праздник будет, она сильный резонанс вызывает в интернете. Люди смотрят, это надо же так. Сколько же вы им сказали? Ну мы все думали, в конце они вроде упадут и покажутся. Я говорю, жди. Вы же сказали столько. Потом люди с разных сторон, за рубежа смотрят и все одинаково думают. Ну вот это вы им наложили. Мы так и ждали. Ну неужели их бог не тронет? Нет. Да какие же они? После этого не обратились еще. А они-то еще не знают. Они побыли, сели, уехали. Галина Ивановна вчера утром была в Дмитрия Ростовского на службе. А батюшка наш делал завещание. Говорит, почему читаете Евангелие это спиной к народу? И говорит, в субботу читал священник, выходил к народу читал. И воскресенье тоже. Видите-ка, батюшка-то он сам читал спиной к народу. Его надо было самого еще прокатывать и прожигать. Теперь лицом к народу выходит из алтаря и читает. Ему батюшка уже он закоренел в этом-то теперь. Теперь другим-то говорит, а тебе да как-то. Дьякон ревет, говорит, батюшка, я священник, наизусть знаю, я ни одного слова не могу понять. Он говорит, а чего он так? Да мы уж ему говорили. Зачем говорит, убери его. Пусть он пасется, как Новохадоносор, 7 лет траву ест полевую. Бугай. Зашел, орех, взех, рех, ну по глазу. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Он не верит ни во что. У него жир булькает в горле. У него нет данных никаких. Они не любят, когда им так говоришь. А кто будет? А кто любит так? Они себя считают вне критики, как жена Кесаря. Давай. Вы что-то хотели сказать? Нет, нет. Нет. Сереж, вы меня простите. Или я прослушала, что он мне сужил. Вот с 7 стиха. Вот это первая строка. Ты можешь погромщить? Ну я, Сережа. Потому что он... Вот в среду приходите ко мне, я вам растолкую. Сейчас уже времени нет. Не получится. Ну позвоните по телефону. Так, вы начинаете работать. Близкие, соседи, всех обзовите и к себе приглашаете. Кого знаете? Проверяйте и приглашайте. Или идите там в разные соборы. Так ты попутно. Ты видел, там они в интернете-то выставили занятия идут, и ты сидишь на первом месте. И вот кто отмечает тебя? Две фотографии на обоих. Да вы, ты, ты знаешь. Да они не случайно, ты в его первом он сидит. Идут занятия, катехизаторские курсы, и на первом месте сидит брат Худков. На втором тоже он стоит. Ты не видел? Нет. Я не видел. Ну еще ты продолжаешь учение или нет? А неделя всего. Установочная сессия, они нам неделю материал дали, сказали, что где прочитать. Потом зимой соберут нас, проверят, что кто знает. Еще дадут бумажку? Да, через три года дадут бумажку, что закончили курсы красителей. Три года обучения. У них главное условие быть полностью подчиненных им. Ни слова никуда без благословения. Это рабство. И там у тебя ни один талант развитый не может быть. Где Дух Господний, только там свобода. Там свобода в действии. Когда ты слышишь голос Божий, стараешься выполнить. Дух Божий мне сказал купить фонарик. Представь себе. И он с этим фонариком по свинарникам пошел выискивать от Саманта где-то. Одного другого вытаскивает и целует рукой. И обувает их, говорит. Они босиком, грязные все. Это впервые, говорит, их тронут. И теперь первый раз пришли молиться там пять-шесть человек. И вот когда сегодня показывает, 20 тысяч стоят. И все поют одновременно. Все поют. Они все время, все время-то. И так ладошами хлопают. Это надо посмотреть. А потом крупным планом лицо. Юноши, мужчины, девушки, женщины. Как они поют. Там глаза закрывают в экстазе. Они не прыгают. Это не в харизмат. Ты сумасшедшая бесноватая. Я уж прям с удовольствием показал бы вам, если пришли. Уже не когда-то, а сегодня. Ну кто хотел посмотреть? Сама она. Ну если пять человек будет, возьму. А если нет, одного не буду время тратить. А мне придут сейчас. Поднимите руки. Кто пойдет? Одна остается. Я смотрела уже. Да? Я смотрела. Я смотрела. А кто не смотрел, и дома нету. На это потребуется 15 минут всего. Идем. Так, два. Еще одна. Тоже три. Четыре. Еще одна. Она сама должна поднять, зачем ты. Ко мне сейчас зайдете, и я сейчас сразу вам покажу. Мусорный город. В центре города Каира. И как он сам идет, и как начинает работать сначала посмотрим. А потом, как они службу ведут. И вот показывают, и конца не крайние видят люди. Ну, чуть бы пораньше, но я не могу. Так, что у тебя? Что, наверное? Чуть бы пораньше, не могу. Хотела бы посмотреть. А что не может, а почему? Поедете, заходите, потом и посмотрите. Ну, сейчас ко мне дети приехали, уже там стоят. Да ничего не будет 15-20 минут-то. Давай, мы раньше на 5 минут вылезем из-за стола. Там ты не побудешься, не будешь обижать. А здесь ты будешь жалеть. Молитесь. Игнатий, если вы помолитесь, пожалуйста. А ты за нас помолись? Да я что, пророк Еремия, что ли, за вас молиться? Мы вас любим. Поэтому хотим. Ну, ладно. Боже, милость угодни грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастливый, если грешил Господи, Прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых отец нашу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Царю небесный, утешителю души истины, И живи с десы, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись, авныя, и очистяны от всяких скверных. Спаси, блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснай, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснай, во веки веков, аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яка же и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Егова, ам воочи. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, человека благоволение. Благодарю, Господи, за день, когда дал веру в Тебя страх Божий, а задание суда Божия. Аллилуйя. Господи Божий, благодарю за тот день, когда вручил мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Благодарю Тебя, Матерь Божия, что сохранила от падения сокрушения, предательства и измены, молодуши и уныния, отчаяния. И впредь не оставь Твоим попечением, покрой нас амафором любви Твоей. Аллилуйя. Господи, дай нам место, где мы должны остановиться в этой поездке. И дай здравия, и расположи к тому сердце Николая и Виктора. И пошли добрых насельников для селения, которые любят закон Твои и уставы Твои. Аллилуйя. Посети болящих. Галину, Юлию, Александру, Анну, Анну, Павла, Андрея, Николая, Валентину, Елену, Елену, Александру. Аллилуйя. Пошли мы с селением. Посети узников за слово Твое томящихся, неведомых нам, Владимир Леонида. И дай им свободу. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христу, моли Бога о нас. Добрый мой ангел, Ты столько лет хранил душу мою, не покинев смертный час. И проведи душу мою помытарством, веди я навеки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным. И не страшись царей и начальствующих, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Никола, чудотворец. Мы просили и послал Господь нам все необходимое, походотайствуй за нас. И в этом году. Вознай милостям всем заботящимся о нас. Сохрани это место. Этого несчастного Владимира, творящего пакости. Найди, обрати, помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья и все святые пророки, молите Бога. Да исполнен Господь духом пророческим, церковь свою. Дабы день прихода Твоего нашего отшествия с земли не застал нас не готовыми. Но выше навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры. И сосудами полными или добрых дел. Соделаны в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Сохрани нас в святой православной вере, а замысль еретиков развеи и разрушь. Что имя Твое Святое не хулилось среди детей Твоих. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камедийский, молите Бога о нас. Да укрепит Господь, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святители Христовы, Василия Великий, Григория Богословия, Ангела Тауся, и все перевозчики священного Писания. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первого мужчинца, Патина Самарина и Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адрия, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна Устина. Да дарит Господь послушание, молчание, целомудрие, стыдливость жёнам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Украти непокоримость Галины, Екатерины, Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Юлии, Марии, Людмилы. Не дай им погибнуть, исправь их. Прими нашу молитву возъяния рук, как жертву вечернюю, перед престолом благодати Твоей благухание приятное. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. И прими, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них. Ибо Ты благ и человеколюбис. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Вот сегодня 3 октября 13-го года. Ноября. И в прошлом году также были занятия. Вы сами себя маленько по шкале меряете. Я помню, у нас ребятишек много было. И как, проходит вместе с его к дверям и там написано, допустим, Игнать, Истамуэл. И ножиком напротив головы, как растет или не растет. Вы сами себя маленько проверяете. А как это я могу проверять? Ну, раньше ты раздражалась. Сказать еще нельзя. Могла дверью хлопнуть. Могла там мужу против сказать. А ты сейчас помолись, пока не шевелитесь. Постойте здесь. Посмотрите. Сказал мужчина, муж, брат, все замерло. В прошлом году ты не могла слушать. А сегодня как ты на это реагируешь? Это твой духовный рост. Ты много знаешь. Но из еще кто у тебя не на крючке, у тебя муж есть. И сколько ты ему наговорила за один день? А если за месяц, да слова-то написать все, так это побольше, чем у меня написано будет. И что ты трещишь где-то? А он пришел с работы, у тебя только одно должно быть. Накормить его, создать ему покой. Бедный работал, заботился. А теперь поделись тем, что здесь было. И скажи, вот это вот я выставлю, может, уже сегодня ночью. Я ночь вот это вот, всю ночь выставляю. Вот сейчас я выжимаю, и до утра все это будет стоять уже в интернете. И ты скажи, давай-ка посмотрим, еще раз переживем, как я не спала там. Что у меня другое? И друг за другом легко это замечать и подсказывать. Ну слушай, в прошлый раз ты огневалась. Слово не скажу, обида. Все обида. Что значит слово обида? Обида это доказательство того, что или умер младенец, или что твое я живое. А когда он умер, то у меня разницы нет. Толки его, бей, дави. Разницы нет. А что ты никогда не обижаешься? Теперь зачем меня испытывать? Я однажды сказал, тема беседы будет, я уж не раз говорил. Почему я такой вредный? Ну выходим, а меня Глушков Игорь останавливает. А как я могу написать, какой вы вредный? Где-то как-то поговорить бы надо. Я говорю, а почему обо мне? Ну вы же сказали, какой я вредный. А теперь ты напиши. Какой я вредный? Тут не написано, какой ты вредный. Я себе все сказал. Ты о себе скажи. Почему ты такой вредный? Ты себя не знаешь? Подойди к маме, к жене, к ребятишкам, поговори. С соседями, с кем ты ездишь, работаешь. Ну поговори маленько. Что не нравится им? Обрати на это внимание. Они говорят, они говорят со зла. Но в этом попытаются что-то найти. Господь тебя в каком-то берегу гонит. А не то, что мне это не нравится. Обо мне говорят неправду. 47 неправд в одной статье. Но они не извинялись. Я подал в суд и выиграл по всем пунктам. Абсолютно по всем. 47 пунктов были опровергнуты судом, судом, краевым. Вот и все. Ты этого не бойся. Враги будут посрамлены. А что это нужно делать? Почему не нужно? Ян говорит, я когда приду, я напомню, какими злыми словами нас поносят. Он напомнит. Но печати тогда не было. Сейчас есть печат, интернет. Я напомню. Я им напомню. У вас конкретное что-то есть данное? Ну давайте вместе поделимся. Я хочу исправиться. Ты за мной что-то знаешь? Выскажи мне. Я не хочу умереть таким. Я не хочу быть погибшим. Я ничего не могу. Как же так же? Ты говорил вчера много про меня. Ты мне выскажи. Я сейчас запишу все. Я на несколько раз пересмотрю. Какие бы ни были самые злостные обвинения, я или посмеюсь, или поскорблю, и даже поплачу. Почему этот человек сказал? Пытаюсь узнать. Я вижу, там человека нет, там дьявол. Там один только дьявол рукоплещет. Он нанял служителя какого-то, и тот говорит, может ему оплатили за это. У него ни фамилии, ни адреса. А кому я отвечать буду в пустоту? Передо мной конкретные враги стояли. И вот он, главный редактор тогда был Волохов. Что он сделал? Первым делом он приехал ко мне на дом. И мы с этим Анатолием крепко поговорили. Он ушел от меня не враг. Он только спрашивает, каким путем мы можем загладить свою вину. Что мы должны сделать? Дать опровержение? Тогда ГТРК написали, на меня поставили большой фильм здесь. И все. Когда я подал в суд, и их приперли, сразу главный, там Герасченко у них, генеральный директор-то. А приехал Масолов. И он у меня здесь сидел в доме. И говорит, мы уже решили, вот сейчас эко-лагерь открывается, мы специально поедем туда, мы такую хорошую статью о вас напишем. Подожди, еще ты у меня не ебал, самой не разговаривал, уже хорошее пишешь. Как я могу тебе поверить-то? Мне не надо хорошее, плохое. Мне нужна правда. Ты видел меня? Не так. Ты мне это и скажи, напиши об этом. Зачем мне правда-то? Почему Тепляков ни разу не написал то, что вы пишете? Или Ритунский? А Ритунский пишет о Потеряевке уже 23 с лишним года. И ни разу, нигде он не солгал. Я ему, значит, книги подарил. И это Ритунский, Потеряевке, это в интернете уже выставлено. Володя все это заснял, когда я ему дарю эти книги. У них там шок был в редакции, когда он книги показал. Какие книги-то? Мне не надо дифирамбы петь, по нигирике слагать. А ты конкретно скажи, вот там так-то, так-то сделано. А это нет. Вот тогда был Быков, он ни туда, ни сюда. Тут, знаете, такая тематика, тут запросто можно вляпаться. А он писатель. Я ему сказал, а вы здесь ничего не записывайте. Он понадеялся на память. Он столько сделал ошибок, но нигде не видно, что он хотел унизить. Он перед этим извинится, скажет. И батюшка меня вывел в другую комнату и дал пояс и сказал, у нас принято подпаяшность. Но я к концу не мог свести. Батюшка похлопал меня по щиву и говорит, ну чего же вы так вот. Я говорю, батюшка, Бог разных нас создал. Он говорит, нет, а ты сам себя создавал таким. Но к этому сказать нужно Игнатий Тихонович тоже мне относительно Ощерева тоже, говорит, показал где. Но потом дали другой пояс. Я был как Путин на Окинове, когда он был там. Он очень грамотный человек, писатель. Я, ну да, написал он недружелюбно как бы, но он не солгал. Он сделал извинения, реверансы такие. Я ему посылал потом книгу, и он ответ так и не дал. И он говорил, это одна из самых трудных командировок была. Я не знал на какую сторону. Они против меня, против Горюхина и Эльвиры, которая писала. И они ее хотели опровергнуть, что восхваляет там потеряю кого-то. А ничего против не написал. Он написал только вот так, как есть. Я все высказываю вам хорошее, плохое. В книгах, вот что про меня самое плохое написано, я все описал. И о променях, где что-то говорят в интернете-то. А они все берут из моих книг. Тут еще люди-то не знают. Говорят, ой, мы про него еще узнали, вот он Лапкин-то скрывал. Так это из моих книг берут-то они. Это вот 19 том, что писал, тогда был Судников, Николай Николаевич. Бывший я романах Нафанаил. Это из моих книг берут для слова Божия не туз. Им легко работать-то. Ну где вы можете найти отрицательное у какого-то автора, чтобы он на себе писал, а потом отобрали и говорили. Нет этого нигде. Просто нету. А я подробно-подробно пишу. Вот он что говорил, такой трактат. Я посвятил этому, наверное, не меньше 50 страниц. Все, что оттуда нельзя наковырять. А там очень много можно. А зачем бы? Затем, что я люблю правду, уважаю своих считателей. Они должны знать ту и другую сторону. Еще, которые со стороны, они один не сказали, ну, свои говорят, ну, зачем вот тот отрицательный написал Судников. Его бы никто не знал, если бы я его не перепечатал себе-то в книге. А где он известен-то? У них книги, ничего нигде нету. Поэтому я сам о себе показал самое недоброжелательное, чтобы люди могли сами разобраться. А он так и поверил. Ну, значит, такая его планета. Закрыть книги. Вот смотрите-ка, сестры сейчас закрывать будут. Вот это контроль за сознанием народа. Вот у меня, видите, как я только сказал, и сестры уже все. Смотрите, пожалуйста. В какой момент была первая смерть и вторая смерть? Первая смерть, когда нам поверил сатане, он духовный умер. Все. Все, это первая смерть. От нее духовное воскресенье. Первое воскресенье, когда ты приняла Христа, и в нем же ты воскресла. А вторая смерть, ты упадешь в могилу, когда. И от нее будет второе воскресенье, когда Христос придет на суд. Спаси Христос. Аллилуйя. Вот и все. Не заткнитесь. Кто отмечает? Кто отмечает?